Наступная ревизия Вадима Абрамова – трезерковый готель «Салют Киев». Одна из самых больше необычных строителей столицы. Благодаря оригинальной архитектуре и расширению незменно приверкает уважение гостей Киева. Огромный плюс места расположения – недалеко от Лавры и сразу напротив парка славы. Стандартный номер очень неплохой, чистый и комфортный. При столь интересной архитектуре здания внутри очень много совка. На свои три звезды, учитывая цены в столице, по цене вполне нормально. Ну, немного есть атмосфера СССР, но это даже изюминка своего рода. Мы находимся в гостинице «Салют Киеве». Построено 80-е. И сейчас мы проведем ревизию в номере стандартном. Номер двухместный стоит 850 гривен. Вот этот шкаф – это, я помню, появлялись первые польские двери, такие раздвижные. Это был такой шик 90-х. Смотрите, как она. А? Какой звук? С каким она ездит, со скрипом, тяжелая. И вот этот замечательный шкаф, который поместится раз, два, три, четыре, пять вешалок, пять предметов верхней одежды. Так, опись имущества, комната номер 310. Это было напечатано еще, видимо, при строительстве гостиницы. Построена была 30 лет назад. Здесь все набрано на печатной машинке. Все расписано. Ковер единственно не указан. Кстати, вот это он. Ковер. Ну, это ковровое покрытие. У меня манят эти два пятна вот синего цвета. Такое ощущение, знаете, как в кино про вампиров. В сайте вампиров остаются два кровавых пятна. Здесь два зеленых пятна, зелено-синих. Похоже на какую-то текущую ручку. Взял, вытер ее, ковровое покрытие, так нормально, и ушел. Да, вампирский номер немного. Кстати, я понимаю, почему у меня возникла ассоциация с вампиром. Потому что здесь вся стена из дерева. Извините, мне напоминает гроб. То есть вот эти вот полированные деревянные панели, вот эти вот следы. То есть гостиница такая. И дерево, кстати, дальше присутствует в интерьере. Тут у нас все деревянное. Это пляшущая гардеробная стойка. Трещит, я боюсь, могу отломать. Не выдержит тяжелую шубу из бургузинского соболя, нет. Та из мексиканского тушкана, теш. Кого соболя? Бургузинский соболь. Самый дорогой, ценный пушной зверь. Это то, к чему нужно стремиться, вообще, в принципе. А пока и повернемось до ревизии. Что мне нравится в гостинице Салют, это то, что даже в маленьком нашем двухместном номере у нас есть место для установки чемодана. Вам не придется его бросать на кровать, ставить где-то у себя посередине ног и постоянно спотыкаться. Есть специально отведенное место. Сюда вы его поставите, и ваш чемодан будет здесь стоять. Заодно посмотрят, чисто. Здесь убирают. И вот стоит рядом телевизор, он выполирован до блеска. То есть его протирают еще и с полиролью. Смотрите. Чистота. А, про мини-бар. Пока я вкатбарить, я вижу сразу вот здесь грязь. Вот. Но она не остается, кстати, на перчатке, потому что грязь вековая. С части Евродянского Союза. Он хоть работает? Работает. Холодненький. Суперухо. Остается тебе. А вот и шеф-редактору свиню подклали. Секунду, минута внимания. В номере две односпальные кровати. Мини-бар. Свиное ухо, пиво, вода и десерт. Три презерватива в мини-баре. Холодненькие. Для дополнительных ощущений. А давай попробуем. Ты ляжешь на свою, я на свою. Сможем ли мы до друга хотя бы дотянуемся? На что? Это шеф-редактор провокирует Вадима. В холодильнике нашлось. Но каждый боится сделать первый шаг и ждет его от другого. Ну, прости. Естественно, с этой кровати я не дотянусь до тебя. Ну, ничем. Даже ногой не достану. А давай попробуем, может, провести эксперимент с двинной кровати? Да. И заради эксперименту ревизор и шеф-редактором, небы справжние подружжя, начинают пересувать мебли. Ой, ой. Поехало. Все. Я включу кондиционер. Ох. О, потому что и тебе, и мне жарко. Блин, пульт от кондиционера грязный. Здесь есть жир, который скопился от всех посетителей. Что это за комплект румынской мебели с этими... Столик и стульк. Это стульк? Вот стульк стоит. Я об него уже шандрахнулся два раза. Вот что я туда буду делать? Ноги выкладывать в случае, если не помещаешься на кровати. Спасибо. Донкий натяг на майже двуметровый зрительство дыма. Тебе помочь? Дорогая, отдыхай. Добрый, когда поруч сильный человек. Перестановка мебели. Дело не хитрое. Зато сколько удовольствия. Прошу, милая. Хочется подчеркнуть, что это исключительно эксперимент рабочий. А как же? Чтобы з'ясовать, как подружжу спатимется на двоих окремих лишках. Не волнуйся ты так, господи. Мне просто жарко. Не час відпочивати. До работы. У куток. Вот история гостиницы Салют. Ковролин в номере гостиницы или ковролин в холле этой же гостиницы – это необходимость. Тогда вы не слышите ваших соседей. И ваши шаги также не слышны им. Поэтому этот ковролин, закрывший паркет, делает свое дело. Посмотрим, на чем нам предлагают спать. Ну, здесь кто-то что-то уже прожег. Это значит, кто-то курил в номере. Вот прожженное пятно. А, между прочим, гостиница у нас должна быть не курящая, а пепельница есть. На секундочку. Пепельница стоит. Тобто в Салюте куриня не заборонена. Как на уроке химии, пятна бывают, как реактивы всех разных цветов и оттенков. Красный маркер. Вот какое-то желтое пятно. Вот какое-то серое пятно. Коллекция пятен. Грязно. Простите, я не буду класть ее на постель, потому что она грязная. А первое впечатление – все-таки постель выстирана. Наволочка чистая. Оп. Смотри, какой красивый цвет. Небесная чистота? Разводы здесь. Разводы здесь. Здесь наметано. А там внутри? О-о-о-о. Пирячко. Старезное. Ну вот. Открыть, перебрать подушку. О-о-о. Фу. Брррр. Посмотрите, сколько этого вы опиралите. А ночью? Будете ерзать, будет жарко. Вот эта подушка разделется. И что, вздохнетесь в этом периоде? Так. Одеяло. Поддеяльник чистый. Постельное белье даже, знаете, такое хрустит. Это когда они добавляют вмягчитель. При стирке, оно может становиться таким дубовеньким. Вот это оно. Ну, одеяло новое. Что? Пятно опять? Не шеф-редактор, а? Все видишь, чок. Ой. Посмотри. Да ладно. И бросила, мне нравится. Спи. Это, между прочим, твоя кровать. Ты не забыла об этом? Простыня. Черный волос и не мой. Волос похороним здесь. Вот так вот завернем. На лестничек. Отложим. На матрасник. Ну, на матрасник чистый. Да и матрас чистый. Посмотрим, какой он с другой стороны. Чистый. Чистый. Продолжим. Санузел. Ого. О, как дверь, смотрите. Тут ребенок закроется и не выйдет. Так, брендированные полотенечка. Кстати, Сережа, покажи вот это. Ты видишь? Фу. Вот эти волосы, которые здесь налипли, висят возле вашего полотенца. Может, хотя бы рушники чистые? Полотенце для рук. Опять зарисованное маркером. Знаешь, что я думаю? Это, чтобы не крали полотенце. Потому что кому нужно выгвозденное маркером полотенце? Давай посмотрим на второе. Проверим вашу версию. Шерлок. Или мисс Марпл. Кто? Рушник чистый. Хибноверсия детектива. Так, полотенце считаем. Раз, два, три, четыре. Полотенце для ног. Раз, полотенце для ног, два. Шесть полотенец. Гостиница, три звезды. Необходимо, чтобы было по три полотенца на человека. Количество полотенец правильное. Мыло есть. А горяченькая водочка есть? Ну, вода пошла горячая. Ну, смотрите, разница в напоре. Холодная вода. Горячая. Смечная версия. А мы ж только на третьем поверси. Что произойдет на седьмом этаже, несложно представить. Там воды не будет. И будете вы, не солоно хлебавши, без душа. Вот эти два шара. Магичные кристалли. Поворожим. Чем сердце успокоится? Ну, что грядущее мне несет. Вот такие вот два практически устали шара. Притом, оба смотрите, как ворочиваются. Ладно, не будем пробовать. Сейчас попробуем зайти в душ, потому что здесь очень неудобный подъем. Поддон душевой стоит на высоте сантиметров 30-40 от пола. А это несколько неудобно. Ну, я вхожу. Что означает, что даже двухметровый мужик войдет в эту душевую кабинку. Проверим, кстати, как она закрывается. На секундочку. С крохотом, конечно, как вот эта лягушонка в коробчонке. Он, конечно, едет. Можно мне губку-рушечку? Эксклюзивная съемка внутри со мной в душах. Вот здесь видна вся эта грязь, которая скопилась со всех этих двухметровых посетителей. Покоилка и тут не прибирала. У нас остался унитаз продезинфекована. Проводили ли они здесь эту дезинфекцию? Волосы. Все то же самое горничное. Горничное темноволосое. Работает ли? Работает. Почему нельзя убрать волосы? Посмотрим, что на балконе. Вот это вот для кого? Дуже дивный выход на балкон. Это что, импадром? А я лошадь, которая вот это с препятствиями должна... Ого! Ну, можно зато присесть. Вот так. А ты что здесь делаешь? Я не понимаю. Ты воздухом будешь подошать? Я буду подошать воздухом. Более простым способом. Не так изощренно, как ты. По-человечески идем. Здесь есть дверь. Проведем эксперимент. Называется «Ипподром для лошадей». И выходим через другую, совершенно преобразившись. Вот так вот как-то. Слушай, а вид какой? Мы видим Лавру, мы видим Родину-Мать. Великолепный вид. Наверное, один из самых лучших и самых знаменитых в Киеве. Ну, если уйти от вида и вернуться к нашей гостинице, то видно, что вот это вот все, как было построено в 84-м году, когда гостиницу сдали в эксплуатацию, так оно и осталось. Естественно, здесь грязь, потому что улица. Никто не вытирает. Смотрите, вот уже трещит штукатурка. Здесь, естественно, никто никогда не убирает балкон. Это отдельная территория. Здесь разве что положили вот стандартную такую офисную плитку. И все. Ничего никто больше не сделал. Единственным украшением номера является вот эта вот картинка, на которой изображена еще площадь Калинина. Так когда-то назывался Майдан Незалежности. 66-й год. Здесь видны еще старые трамвайчики, которые ездили по Киеву. Естественно, видна колокольня Софиевского собора большая. И вот как раз сюда, вот совершенно недалеко, в Базина 20 лет до этого, переехала в новую квартиру жить когда-то моя бабушка. На картинке чисто. Киев в то время был тоже чистый. Воздух был прекрасный. Во площади гуляли люди. И мы верили в светлое будущее. Но мы и сейчас в него верим. Многие хозяйки для того, чтобы избавиться от пыли на телевизоре, либо протирают его регулярно, либо выкладывают на него такую сшитую салфеточку макраме. Но про пульт они забывают. Здесь следы жирных пальцев, здесь везде грязь. Никто его не протирал. Фу. Это же подозревает, что у меня вторая рука уже грязная. А сейчас посмотрим чистый кондиционер. Из него дают приятной прохладой, но не обольщайтесь. Очень часто это микробы. И сапрофиты. Это клещи, живущие в пыли. Вот. Шершеляфам. Покоилка и сюда не зазирала. Сейчас мы откроем, увидим решетку. Оу. И прямо в рот насыпал из кутика. Фу. Посмотрите, сколько пыли. Ооо. Жах. Усим цим сметтям команда ревизора дыхала. О, спасибо. Вот эта решетка фильтрует воздух, который попадает в кондиционер и выходит отсюда чистый. Ее, естественно, нужно мыть. Это даже можно спокойно сделать дома, засунув в ракет. Ни в коем случае с мокрыми руками, ни в коем случае не исключенным кондиционером. Эй, подожди, с тобой все будет в порядке? Со мной все всегда в порядке. Ооо. Майстер-класс від ревизора для покоилки. А зараз порівняємо. Я думаю, что комментарии будут излишны. Не вооруженным взглядом. Вы видите разницу между одной решеткой и второй. А вы этим дышите. А потребно лише три хвилини. Свежее поветря забезпечено. Переверка закинчена. А тепер увага. Как на вашу думку, чи варти трезерковый готель Салют нагороди ревизора? Голосуйте просто зараз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова